Добрый день, это программа «Парадокс» в студии Степана Демура. Тема нашей сегодняшней программы – это роль лидера в истории России. И у нас в гостях сегодня Сергей Гавров, политолог, эксперт в области социально-культурной модернизации незападных обществ. То есть, насколько я понимаю, это страна Африки. Ну и Россия, прежде всего, конечно, Степан. Добрый день. Спасибо, что пришли. И вот должен скоро подойти Владимир Рыжков, историк, сопредседатель РПР «Парнас». Сказали, что он вышел из метро, но, наверное, затеял митинг. И сейчас сидит уже где-нибудь в отделении. Ну, такая шутка, да. Любят они митинговать. Так, Сергей, ну давайте начнем. У меня вот к вам два вопроса, скажем так. Первый вопрос. Как вы считаете, социум и экономика развиваются линейно или нет? Ну, развиваются. Насколько отрыв происходит одного от другого? Нет, не в этом смысле. Вот, скажем, ну, линейно, то есть, можно сделать всегда линейную экстраполяцию, искать, что вот сегодня так, завтра будет так. А, ну нет, конечно, ну нет, конечно. Нельзя думать, что вот если мы открыто пытаемся что-то сделать, то мы получим тот же нужный результат, да? Мы можем получить совершенно противоположный результат. Ну, вот, наверное, наиболее живой пример. Их много, правда, ну, такой яркий пример, Болотная площадь. Вот выше желаем демократизации. Так же, как и Февральскую революцию желали, видимо, установить в 17-м году, установить, ну, демократию в России, Керенский, князь Львов, очень приличные люди, на самом деле. Вот, а что получилось? Вот мы ускоряем реформы, как начинают китайцы говорить, да? Вот начинают растения вытаскивать заранее, как в китайской такой вот притче. Вот, и что происходит? Социокультурная система начинает сопротивляться, происходит срыв в куда более глубокую архаику, чем была до этого. Ну, вот при царе, да, были ограничения, ну, были, конечно, ограничения, были городовые, был какой-то порядок, было третье отделение, но ничего такого особого пьющего. А через несколько недель, в смысле лет уже, да, это уже чрезвычайная комиссия товарища Дзержинского. Ну, я-то имел в виду... Это уже, это уже почти совсем, да? Добрый день. К нам присоединился Владимир Рыжков, историк, сопротивлятор РПР Парнас. Мы уж думали, вас нам арестовали около метро, нет? По дороге, по дороге, да, вот тут у нас... Загребли. Огошер по жалкому городу, но вот я с вами. Ну, хорошо, спасибо, что пришли. Взаимно, взаимно. Обсуждаем мы сегодня роль лидера в истории России. Я вот Сергею задал вопрос по поводу линейности или нелинейности развития общества. Я имел несколько в виду иное. А вот существует система, да, например, демократия, там, феодальная какая-то система. Вот она спокойно себе развивается, развивается. И никто даже и думать не может, что, скажем, через год-два все может поменяться радикально. Конечно, обязательно. Почитаем учебник истории любой, 20-го века, например. Фантастические изменения. И современники, как правило, это не предсказывают. А если предсказывают, их никто не слышит. Вообще никто не слышит. Ну, да, странные люди что-то говорят. Понятно. И второй вопрос. Вы считаете, что в развитии общества присутствует такая циклическая натура? Ну, конечно, есть некий циклизм в экономике и в развитии общества. Да, конечно. Это очевидно, наверное. А вы согласны с этим, Владимир? Ну, я думаю так, что, конечно, в истории много всяких неожиданностей было. И я уверен, что не меньше их будет впереди. Но, тем не менее, все-таки есть определенные константы. Даже если брать историю 20-го века, всякое было, как мы знаем, с Германией, всякое было, как мы знаем, с Россией. Но если взять те страны, которые избежали, скажем, революции, ну, та же Британия. Но она была зачинщицей. Да. Но там все-таки была серьезная преемственность. Я помню, я читал одну речь Уинстона Черчилля. Меня там поразила одна фраза, что в годы войны, с 1939 по 1945 год, в Великобритании работал в обычном режиме парламент. Правительство в обычном режиме каждую неделю, как оно и сейчас приходило, так и приходило тогда на отчет к депутатам. Оппозиция, ее величество, задавала вопросы. Выходила свободная пресса. То есть работали все институты. То же самое мы можем сказать про тех же американцев, у которых там всего лишь там, сколько полтора десятка поправок за 200 лет в Конституцию. И те институты, которые были созданы еще, задуманы и созданы в конце 18 века по книжкам Монтескье. Они учились по Монтескье строить свою Конституцию. Эти институты с очень небольшими изменениями работают сейчас. Я к чему это говорю? Ну, про небольшие, формальными небольшими изменениями. Ну нет, нет, нет. В принципе, тот же Конгресс, тот же Сенат, та же численность конгрессменов, та же численность сенаторов, та же роль Верховного Суда, та же роль президента, те же Штаты, тоже законодательство Штатов, которое отличается. Там переезжаешь из одного в другой, там, допустим, по пиву, там разные регулирования и так далее. Я к чему это говорю? Что в России, если говорить про нашу историю, у нас роль личности, конечно, намного выше. Я про цикличность пока спрашиваю. Вот, намного выше, намного выше. И цикличность России заключается в том, что каждый новый лидер, это новая эпоха. Не случайно у нас все учебники, там, эпоха Александра Первого, потом эпоха Николая Первого, потом эпоха... Ну, ничего же не менялось, феодальная стройка была такая осталась. Нет, у нас очень сильно зависит от личности. У нас очень сильно зависит от личности, потому что у нас традиция сверхконцентрации власти в одних руках, у нас всегда сильная персональная власть и всегда слабые институты. А в других странах часто бывает наоборот. Я вот сегодня, когда ехал к вам, вспоминал эту страшную катастрофу. Помните, по Смоленскому, когда разбился самолет и погиб президент Кочинский, польский, погибло там полуруководство страны, погибли министры и так далее. Польша даже не пошатнулась. Почему? Потому что продолжал работать парламент, продолжало работать правительство, продолжали работать суды, мэрия Варшавы, региональные городские власти. То есть есть простой принцип. Сильные институты снижают роль личности. И в этом смысле не очень важно, кто там премьер-министр, скажем, в какой-то стране. Или президент. В Бельгии, по-моему, полтора года не было премьер-министра. Бельгия даже не чихнула ни разу от этого. Потому что все работает. Если работают министерства, ведомства, парламент, суды, прокуратура, региональные и местные власти, бюджет, пресса и так далее, не страшно. А вот там, где личность и все заточено на одного человека, там каждая такая история, это потрясение. Из последних Чавес. Как болтало Венесуэлу, когда он умер. Никто не знал, куда она пойдет. Поэтому, если брать уроки истории, цикличность России заключается в том, что у нас каждый новый лидер, это совершенно новая политика, новые правила игры, новая система ценностей. Мы то вперед, то назад, то в Европу, то от Европы, то либерализация, то закручивание гаек. В этом главная наша цикличность. Ну, потому что, ну, смотрите, ну, не совсем с вами согласен, потому что цикличность, ну, смотрите, есть большие циклы, там, цикл длится 240 лет, да, есть циклы Кондратьева. Ну, вот Штаты уже, сколько, 200 лет существуют. В общем-то, у них сейчас начинается такая хорошая деградация института власти. Ну, это с вашей точки зрения. А я только что ехал, читал Коммерсант, Стандарт и Пурс только что опять повысил им кредитный рейтинг, сказали, что они первые вышли из кризиса. Ну, потому что, когда Стандарт и Пурс понизил им кредитный рейтинг, к ним пришли, по-моему, искали ребята. Ну, это с вашей точки зрения, а с точки зрения статистики они растут быстрее, чем Россия уже, ну, понимаете, в этом году. Ну, Россия, в принципе, расти не может, непонятно, почему. А это другой вопрос, да. Кстати, Штаты, у них ВВП уже давно не растет, все можно сделать статистикой элементарно. Ну, опять-таки, это ваша точка зрения. Это не моя точка зрения, это все было пересчитано давно, есть такой хороший экономист, мистер Уильямс. У нас выбор, либо доверять мистеру Уильямсу, или доверять уважаемым международным институтам, таким, как Всемирный банк, МВФ, ОСР, вы знаете, а мы сейчас просто вопрос... Для вас больше авторитет, мистер Уильямс. А я все-таки, знаете, я такой консерватор, я привык верить институтам. Ну, авторитет, вот, а ФРС для вас авторитет? ФРС авторитет для вас? ФРС авторитет, да. Так вот, в октябре 2012 года, ФРС у них есть такой очень мощный у них ресерч, департмент есть в Сент-Луисе и в Нью-Йорке. Город Нью-Йорк Фед выпустил такую очень интересную статью, где он практически сказали они следующее, что, вы знаете, та супер-дупер макроэкономическая модель, которая у нас есть, она просто не работает. И вы им доверяете? Да, доверяю. Проблема есть у всех, просто вы выдвинули другой тезис, вы выдвинули тезис, что у них деградируют институты. Цикличности. Вот, я думаю, что, я еще, знаете, помню себя школьником младших классов, значит, где нам рассказывали про деградацию, значит, Запада и американских институтов. Я думаю, что я умру примерно с теми же песнями. Дело в том, что я там прожил. Они уже деградируют 200 лет. Я там прожил 12 лет, поэтому я видел, как все это происходит. Понятно, понятно, я тоже не идеализирую, я просто говорю о том, что их институты, да, с проблемами, но существуют. Давайте вернемся к нашим баранам. Проблема наша, что у нас институты не работают. У нас не работает суд как институт, у нас не работает парламент как институт, у нас не работают политические партии как институт, у нас нет федерализма хотя бы. Ну это все понятно, что этого нет. Это все понятно, но мы сравниваем две страны, правильно? Мы сейчас только о России говорим, мы говорим о цикличности в истории. И мы говорим о том, что у нас сейчас опять гипертрофированная, гиперперсонализированная власть одного человека, Владимира Путина, крайне ослабленные институты. И по всем законам политической науки, если с ним что-то произойдет, кто-то обрадуется, кто-то расстроится, но то, что будут потрясения, никаких сомнений. Потому что все слишком замкнуто на одного человека. Так это же хорошо, если потрясение, что-то новое. Я не хочу потрясений. Может быть, вы хотите потрясений? От них не избавиться. Я хочу разумных эволюционных изменений, как это и должно быть. У нас 16 секунд осталось до перерыва. Да, конечно. Тут столько проблем было затронуто. Конечно, не хочется потрясений. Мы уходим на новостной перерыв, оставайтесь с нами. Мы снова в эфире, программа «Парадокс». Телефон в студии 6510-996. Тема у нас сегодня «Роль лидера в истории России». И в гостях у нас Сергей Гавров, политолог, эксперт в области социально-культурной модернизации незападных обществ. И Владимир Ишков, историк, сопредставитель РПР «Парнас». Да, Сергей, просто я одну ремарку сделаю. Я неспроста спросил о том, как вы относитесь к циклам в истории общества и в истории экономики. Потому что, понимаете, перемены, когда у вас цикличное развитие, они неизбежны. И по большому счету роль личности это сводит к минимуму, где бы вы ни находились. Потому что есть такой известный эффект, эффект бабочки. Не знаю, слышал кто-нибудь? Да, конечно. Бабочка взмахнула крылышками над Южной Африкой, а через неделю над Британских островами пронесся циклон. С тем просто становится неустойчивой. И роль личности, кто вскочил на танк, тот и окажется. И вот я просто такой точки зрения не придерживаюсь. А что касается Путина или Чубайса, вот у нас говорят, во все время от Чубайса, сейчас стали говорить, что во все время от Путин. Ну, понимаете, ну замените вы Чубайлиса Белесом или еще кем-нибудь. Все было бы точно так же. Так работает система. Вместо Путина можно было поставить, тогда могли поставить Немцова. Все было бы точно так же. С вариациями. Да, я думаю, Степан, что было бы на самом деле похуже даже, потому что во многом Путин проводит все-таки честную политику. Две войны на Кавказе, которые он провел, он человек из спецслужб, он делает то, что он делает, да, где-то под прикрытием. Первую войну он проиграл. Я не знаю, что бы стал делать Борис Ефимович, многоуважаемый, вот в таком гипотетическом качестве. Воевать на Кавказе в третий раз, поскольку не факт, что тамошние элиты примут вот такой демократический поворот. Вот, особенно если он будет не очень легитимен с формальной точки зрения. Вот не зря Владимир говорил о формальных институтах, которые воспроизводятся и которые поддерживаются в течение уже столетий. Это что, война на Северном Кавказе? Но как? Не понял, зачем снова воевать на Кавказе? А зачем воевать на Кавказе? Очень просто. Ну, представьте, например, мы уже начали говорить с вами по Болотной площади. Да, ну, представьте, например, что тогда ОМОНовцы разбежались, например, просто взяли и разбежались, и вот произошел такой нелегитимный переход власти. На Болотной площади они бы не разбежались. Они не разбежались. Они могли разбежаться на митинги фанатов, да, они бы разбежались. Я понимаю, я понимаю. Сергей, вы сами были на Болотной площади? Нет, не было. Очень гипотетически. Поэтому вы говорите, говорите, что не знаете просто. А вот. Пофантазируем немножко, пофантазируем. Люди выходят на митинг с детьми. Там интеллигенция была. Какой захват власти? О чем вы говорите? Пофантазируем. Пофантазируем. Представим какое гипотетическое ощущение. Слушайте, давайте высказать. Самые мирные люди вышли на площадь. Какой захват власти. Я верю, уважаемый Владимир. Самые мирные люди вышли, неважно. Ну вот предположим, да, и часть российских регионов, конечно, этого не признает. Часть российских регионов не признает. Не признает Северный Кавказ. И что получается? Получается вот эта дезинтеграция. Вообще, когда мы говорим... Почему дезинтеграция? Дезинтеграция часть признает, часть не признает. Не признает что? Не признает изменения, которые произошли в обществе, вот не процедурным путем. Нормальный процесс политический. Нормальный политический процесс, но в России очень жестко всегда заканчивается. дезинтеграцией, распадом страны. Вот ведь что страшно, безумно. Всегда это страшно. А можно вопрос задать? А кто разделил Россию официально на 7 частей? Не припомните? Припомню. Путин Владимир Владимирович по всей вероятности. А почему? Большую управляемость по всей вероятности. А может быть там был какой-нибудь Хьюстонский план, Гарвардский план? Не будем так глубоко копать. Я свечку не держал. Я не знаю об этом. Ну, они же в интернете есть, эти планы. Наверное, наверное. Это я знаю, но я не хочу это обсуждать сейчас. Я не думаю, что это отдельная большая тема. Вот. И демократия в России, любые перемены сталкиваются с тем, что Россия слишком большая страна. Россия страна многоконфессиональная, многоцивилизационная. И любые серьезные потрясения ведут к такого рода дестабилизации, которая меняет границы. Вот этого нет в Польше, этого нет во Франции. Сейчас уже, поскольку сформировалась нация, национальное государство, а у нас это, к несчастью, есть. Вот февраль, 91-й год, август, и все распадается. Вы не думаете, что все завершилось? Ничего не завершилось? Советский Союз еще не умер. Он сейчас умирает. Ничего не завершилось. Не факт, что не может быть третьего раунда. Будет. Обязательно. Поэтому всегда очень осторожно действовать. Всегда понимать, что Россия очень хрупкий организм. Может быть, вы как-то... Всегда понимать. Ну, смотрите. Понимать, понимание этого кем? Смотрите, было... 13 жирных лет. За эти 13 жирных лет, если посмотреть, скажем, на ту же Польшу или на ту же Турцию, произошли необратимые изменения в этих странах. В пользу как раз вот того, о чем говорит Владимир, это создание устойчивых институтов власти. Необратимые изменения. Они прошли гигантский путь. А что имеем мы? Теперь мы говорим о том, вы знаете, Россия такой хрупкий организм, что вот лучше, может, мы просто уползем на кладбище. Единственный спаситель у нас великий национальный лидер. И что этот лидер сделал за 13 лет? Это тупиковая позиция. Это тупиковая позиция. Почему? Я просто говорю о осторожности. А вот... Когда у вас еще не закончился процесс деконструкции империи. Очень осторожно надо быть. Смотрите, я с вами согласен здесь. Я согласен следующим, что Советский Союз еще не умер. Рунумирович умирает сейчас, потому что элиты практически те же. Все выходцы из комсомола и партии. Ничего практически не поменялось. Все те же люди сидят и двигают рычажками. Но осторожность-то будет проявлять кто? Ведь происходит деградация элит. Ведь у нас селекция, и не только у нас, к сожалению, и в Европе, и в США практически, идет по тому сценарию, который очень хорошо писал Петерим Сорокин. Отрицательная селекция называется. И вопрос, кто будет проявлять осторожность, ради кого и ради чего? И это один такой философский вопрос. А второй, а способны ли эти люди вообще воспринимать происходящее и принимать решения, которые обеспечат стабильность и выживание системы? У меня, соответственно, восприятия нет. Они даже не понимают, что в экономике происходит. Так вот, между нами, девочками. Владимир, это очень плохой ответ. Если нет, это значит, что российская история повторяется, причем мы ходим где-то по кругу, по спирали. Я искренне надеюсь на то, что все-таки да, потому что да, 13 тучных лет, да, высокие цены на нефть, может быть, где-то даже отчасти искусственные, напряженность на Ближнем Востоке, поставки туда российского оружия. То есть, вполне прагматичная политика. Я не думаю, что ничего не понимают и ничего не делают. Да делают. А что, где результаты? Где результаты? Но за это время, конечно, можно было подтянуть институты. За это время можно было поставить страну на автопилот. Вот то, о чем говорил Владимир. Это очень важно, потому что с такой запредельной степенью риска вот сама страна такая, да, не Польша. Там сменилось и не замешали. Слушайте, экономические проблемы были практически решены. Почему бы не заняться политическим вопросом? Вы знаете, я вспоминаю, я встречался с нынешним премьер-министром польским, Дональдом Туском. А он такой юморной мужчина. Мы встречались с ним здесь в посольстве польска в Москве. И вот он просто так шутил, шутил. То есть вы еще к тому же и польский шпион. И польский тоже, да, да. И латинский, и латинский. Если посчитать, с каким количеством лидеров стран я встречался в своей жизни, то я думаю, что в 37-м году меня бы записали только в шпионы 40-ка годов. У вас вот такой лист. Да, я и с Клинтоном встречался, и с Блэром, и с кем? И с Тэтчер. С кем только не встречался. И с Бушем. Так вот, он шутил. Странно, что вас Федоров еще не поймал. Не говорите. Шутил очень много он про польскую политику. Говорит, представьте себе, вот я прихожу в польский парламент, у меня, говорит, там 12 бывших премьер-министров сидит. В числе депутатов. И каждый из них считает, что он, по крайней мере, не глупее меня, потому что он тоже был премьер-министром. Представьте, говорит, как мне тяжело с ними договариваться. Вот в этой иллюстрации очень важно, здесь очень хорошо видна важность институтов. Неважно, кто польский премьер-министр. Если там работает система, если там работает конституция, законы, бюджетный кодекс, региональные власти, кто бы не был, он здесь абсолютно правы, какой бы харизматик не был, какой бы яркий не был, он работает в заданных рамках. Потому что, если он туда слишком взорвется, ему по рукам даст суд. Если он в другую сторону кинется, ему по рукам даст парламент и оппозиция. Если он в третью сторону кинется, ему по мозгам даст пресса. И вот это очень важно, устойчивость. Правильно вы говорите, Турция, уж как ее сейчас трясет, но президентский институт работает, правительство работает, парламент работает, суды работают. Я уверен, что они там найдут решение. У меня нет никаких сомнений. Ну они найдут, конечно. Найдут, найдут. Он сделал столько с экономической точки зрения. Абсолютно, абсолютно. И сейчас он уже, похоже, готов сделать шаг навстречу. Те готовы, так сказать, тоже на компромиссы. Я думаю, что там будет... Каждый получил, заработал свой капитал, политические разошлись. Там все будет нормально. И вот здесь я абсолютно с Сергеем согласен, в чем беда России, то, о чем вы говорите, что 13 тучных лет, и опять мы зависим от одного человека. Вот это очень плохо. И от двух вещей, и от цены на нефть, и все. Абсолютно. И вот я вспоминаю русскую историю... Даже не от одного человека, от него мы уже не зависим, зависим от цены на нефть. Абсолютно. Если вспоминать русскую историю, то какие самые лучшие цари? Самые лучшие цари, это те, кто оставляли после своей смерти работающие институты. Петр Первый, извините, который оставил столицу и оставил европейскую систему управления, европейскую армию, не забывайте. Екатерина Великая, которую часто мы недооцениваем, которая оставила губернскую систему. Сейчас Тверская, Рязанская, Тамбовская, это то, что создала Екатерина. Представляете? Сколько лет ее уже нет? 200 лет. А система губернская, ее построенная, и города по ее планам, которые она подписывала, это работает. Александр Второй, Александр Первый, реформы Спиранского, кодифицированное законодательство, пожалуйста, вам Госсовет, пожалуйста, вам Сенат, пожалуйста, вам правовое государство, когда Герцин жил за границей и получал пенсион от мамы, несмотря на то, что клеймил режим, потому что частная собственность была защищена судом и государством. Я уж не говорю про Александра Второго, земство, понимаете? Земство, реформа образования, реформа армии, судебная реформа. Поэтому, вот, у меня претензии, Владимир Владимирович, у меня много претензий, я считаю, что он много хорошего сделал, на самом деле, там то поправил, там наладил налоговая дисциплина, на Кавказе нехорошо, но лучше, чем горячая война, но вот у меня претензия одна, что он вообще не понимает важность институтов. Он считает, что можно править страной в ручном управлении, сегодня так, завтра эдак, при Хрущеве это называли волюнтаризмом, как мы помним, Кукурузник. Кукурузник, и он оставит после себя не систему работающих институтов, а он оставит после себя дикое поле очередное, понимаете? Понимаете, а вы, не думаете ли вы, что совершаете некоторую ошибку, скажем так, персофиницировать товарища Путина? Ведь Путин, он просто управленец, манагер корпорации, которая называется, как же... Ну, слушайте, ну у него такая власть, он должен понимать такие вещи. Называется она утилизация, как там Дерипаска, что он писал, утилизация России, сейчас называется Политбюро 2. Ну, типа так, типа так. Да, ну, сначала он был наемным менеджером, потом он стал акционером. Согласитесь, что все-таки много зависит от человека, особенно в России. Вот Сергей говорил о том, что какая у нас сложная страна, как у нас... Есть страна в 10 раз более сложная, чем мы. В 10 раз, это Индия. В 10 раз более многочисленная по населению, в 10 раз более сложная... Пакистан, например. Абсолютно. По национальному, этническому, религиозному, кастовому составу, в 10 раз более проблемная по социальному расслоению. Вспомните фильм «Миллионеры Струщев». Тем не менее, кто из вас знает, как зовут премьер-министра? Проходят регулярные выборы, работают правительства штатов, работают... На самом деле у них работает британская система, которую им оставили колонизаторы. Им хватило ума ее не ломать. Систему образования, судебную систему, систему защиты собственности. И Индия, самая большая в мире демократия, с кучей проблем, но она гораздо более устойчивая, чем Россия, в том числе в экономическом положении. Владимир, вынужден вас прервать. Мы уходим на информационный перерыв. Оставайтесь с нами. Игорь, вы повисите на телефоне. Мы снова в эфире. Добрый день. У нас в гостях Сергей Гавров и Владимир Ишков, обсуждаем роль лидера в истории России. У нас есть телефонный звонок. Игорь, добрый день. Здравствуйте. У меня к Гаврову вопрос. А вот если завтра Путин подается костью куриной и ластой махнет, что теперь надо делать? Что Россия будет делать? Ну что, я думаю, ничего хорошего не будет. Для нас это будет большим потрясением, как Владимир и сказал. Это совсем не ситуация с Качинским. Это будет реальным общенародным горем после того, что начнется за этим. Во всяком случае, большая опасность потрясений есть. Добро, если будут высокие цены на нефть, а если это совпадет с падением цен на нефть, там долларов до 30-40, то это просто катастрофа. Это читайте российский учебник, там, я знаю, февраль 16-го года, февраль 17-го года. А 84-й год? Игорь Бачевич, падение цен на нефть. Вот Егор Гайдар очень хорошо описал в «Империи», книжку классическую, причем это же мы не устанавливаем цены на внешних рынках, товарно-сырьевых, ни на нефть, ни на металл, ни на что. Да, мы можем подбросить оружие на Восток, на Ближний Восток и несколько подогреть напряженность, получить 10-15-20 долларов военной премии, так называемые. Знаете, ее нет на рынке. На рынке нет в нефти премии военной. Это сказки. Ну, вот некие сказки. Знаете, я вам очень просто объясню. Все продано, все продано. Хотите получить нефть 30-40 через неделю? Маржинальное обеспечение для фьючерсов в 5 раз увеличьте, и все слопнется. Ну, тем более совсем просто, да? Американцы держат кнопку на пульсе. Кнопку держат, кнопку держат, вот поэтому мы очень находимся в ситуации уязвимой. Конечно, создавать институты, конечно, как-то укреплять Россию. Если не укреплять российскую государственность, то следующий кризис может быть разрушительным. Да кто и будет укреплять-то? Эти не собираются. Эти не собираются. Все вручном управлении. Вы все правильно говорите, но ведь эти же люди, вот смотрите, все сейчас, началась снова эта риторика, эта песенка про американских шпионов. Да? У меня вопрос-то возникает. Слушайте, а может Путин американский шпион? Почему? Что за 13 лет своего управления сделал Путин? Такого. Убил образование, убил здравоохранение, убил науку, разрушил армию. Сдали Ирак, сдали Ливию, сдали базу на Кубе, сдали базу в Вьетнаме. Слушайте, он сделал все, о чем может. Любая спецслужба. Как раз к поводу, завтра же 12 число, День России, в ЦИОМ, причем... Нет, серьезно? Ответьте мне на вопрос. Да сейчас предпочитаю. В ЦИОМ провел опрос. 61 процент, да. Нет, дело не в этом. Он провел опрос, значит, в ЦИОМ, это вообще-то такое прокремлевская соцслужба, значит, провел опрос, чем вы гордитесь? Народ, народ как-то завис и стал думать, а чем мы сейчас гордимся? Максимум, что удалось набрать, это Сочинская Олимпиада, где там просто туши свет. 7 процентов гордятся Сочинской Олимпиадой, все, больше нечем. Нет, еще, по-моему, 4 процента космосом. Что такое 4 процента, да? То есть народ завис. То есть когда его спросили тупо, чем вы гордитесь современной России, народ завис. Ну там вопрос был несколько иначе. Нет, именно так. Чем вы гордитесь за последние 15 лет? Совершенно верно, да. Нечем гордиться. Я просто иллюстрирую то, что вы говорите. То есть Кудрин называет цифру, что Россия получила премию нефтяную вот эту за 10 лет 500 миллиардов долларов. 500 миллиардов долларов. Кудрин и Кудрин тоже Кудрин отправил их обратно. Это 5 годовых бюджетов Евросоюза. 5 годовых бюджетов Евросоюза. И как говорил Высоцкий, где деньги Зин? Чем мы гордиться можем после этого всего? Ну вот где деньги Зин? Ну все-таки, да. Замечательная такая вот цифра. ЦРУ знает. Кто знает? ЦРУ точно знает. Дорогие мои, а Вы что считаете, что мы реально должны были поддерживать Ирак, например, да? Нет, я просто... Потому что мы играемся. И в Сирии играемся. Нет, нет, ну хорошо, да забудем мы об этом Ираке. Вот основные, основные, основные параметры социального развития... Я считаю, что мы хотя бы должны были дороги построить на эти деньги. Да, инфраструктура, это очень важно. Конечно, это очень странно, что этого не делали. А почему Кудрин... Кудрин объяснил, почему Кудрин объяснил. Это в левой упаковке, такой мягкий пиночек, между прочим. Вот то, о чем говорили все 90-е годы, ну, конечно, это в левой упаковке, конечно, в популистской упаковке, конечно, какие-то казаки с лампасами, но это упаковка. Вот вы покупаете товар в супермаркете, да? Ну, понятно, что это упаковка. Ну, там вот есть разное на товарах. Мы же не купим иначе. То есть, это правая политика, это встраивание России в международную систему, разделение труда, это договоренности с американцами. Уничтожение науки, образования, медицинского, это часть встраивания в систему, да? Не, 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 это нет, это самоокупаемость, это платить деньги ЗИН, деньги платить ЗИН, на самом деле, да? Самокупаемость чего? Чего? Я тоже сейчас не пойму. Всего, всего, всего. Я вот, смотрите, значит, у нас сейчас коэффициент Gini в районе 50, когда Путин начинал, он, по-моему, если не ошибаюсь, был в районе 26, расслабление подоходом. Хуже гораздо. Два раза. Абсолютно. Вопрос, смотрите, счетная палата нам говорит, что, ну, триллиончик у нас только на госзаказе, значит, прикарманивается, триллион рублей. Посмотрите на бюджет здравоохранение. ЖКХ еще один триллиончик. То есть, смотрите, вот такая ситуация создалась, что, когда нам говорят, что нет денег на ЖКХ, что медицина должна быть самоокупаемой, бла-бла-бла, у меня вопрос, мне говорят, ребятки, вот только два триллиончика уже ушло, А вы что-нибудь по этому поводу сделали? И не вы ли те люди, которые выстроили эту систему? Абсолютно. И вы надеетесь на то, что эти люди сейчас вдруг задумаются и начнут что-то менять? Степан, а вы где других-то людей возьмете? У временного правительства были хотя бы студенты, которые поехали комиссарами, куда-то их растерзали в частях действующей армии. Сейчас же нет даже этого. А кто были Минин и Пожарские до того, как они поляков изгонали? Кто они были? Никто. Но Пожарский все-таки был князь. Ну князь, ну князь, ну да. Полководец. Полководец, да. Минин, да, Минин купец. Очень интересно. Бандитом он был, Минин. А кто тогда не был бандитом? Элиты, да, тема элиты. Да. Из кого выбирать? Вот почему? Один человек это мало, два человека это мало. Нужен некий правящий слой, который из себя выделяет людей, которые готовы честно исполнять свои обязанности. А когда у вас, извините, на протяжении десятилетия была отрицательная селекция, второй слой, третий слой, это все дегенерация. А срезают, срезают слой. Сегодня, кстати, хорошая статья про столь любимый нами «Газпром». Мы все им гордимся. Мы гордимся, что «Зенит» покупает «Халка» за 100 миллионов евро, за наши тарифы. Покупает «Винселя» за 50 миллионов. Стадион еще не забудьте. Стадион там, где украли все, что только можно. И неизвестно, когда он будет построен. За последние годы замечательно, вот то, о чем вы говорите, отрицательная селекция. «Миллер» там сколько уже сидит? Бель-10 уже сидит он на «Газпроме». В итоге за последние несколько лет капитализация «Газпрома» снизилась с 300 миллиардов долларов до 89, более чем в три раза. Это происки американских шпионов. Да-да-да, при том, что «Миллер» клялся пять лет назад, что будет триллион он стоить. Что это будет самая дорогая компания мира. То есть это надо было умудриться компанию с самыми большими запасами в мире, с самой большой добычей в мире, в три раза обрушить капитализацию. Вот это менеджмент. Вот это менеджмент. Чем сейчас занимается «Газпром»? Никто не знает. Да, он человек только не занимается. Строительством турбопроводов, которые стоят пустые. Кто зарабатывает на турбопроводах? В «Ротенберге». И еще один. Друзья Путина, да, совершенно верно. Вот и весь менеджмент. Поэтому ждать от этих людей, что они будут строить институты. Вот, Сергей, давайте пофантазируем. Предположим, да, как вы сказали. А чем про «Ротенберг»? Поставьте его президентом, будет думать. Это некая рамка возможности. А что, думать будет только, как увезти что-то и унисти? А он этим занимается. Чего думать? Прыгать надо, как в том анекдоте. Нет. А давайте представим, что завтра что-то случилось с Путиным. Да, вот нет Путина. Что происходит дальше? Ну, я могу сказать, что он начнется. Как вы считаете? Я думаю, отчаянная борьба элит. Отчаянная борьба элит, которая может выливаться и в уличное противостояние. Абсолютно. Потому что ангажировать какую-то часть людей вполне возможно. Ну, выборы-то будут назначены президентские? Да, выборы будут назначены. Кто их выиграет? Абсолютно нельзя сказать. Если это будет неожиданно, сказать невозможно совершенно. Будет зависеть от того, какая цена на нефть. Будет зависеть от того, какая политическая ситуация в стране. Внешние рамки мы не определяем. Вот американцы нажмут эту кнопку, да, вот фьючерсы на нефть. Давайте не будем. Скажем, нефть, вот нет, сто баксов. Я вам скажу, какой будет сценарий. Сто баксов. Сто баксов. Вот Владимир, может быть, лучше скажет, какой будет сценарий. Я могу четко сказать, какой будет сценарий. Сценарий и преемник, я не знаю. Элита слишком разнородна. Я не уверен. У каждого свой преемник, иными словами. Смотрите, предположим, предположим, ну, скорее всего, наверное, если будут президентские выборы, как бы Чуров не старался, да, со своей системкой, предположим, выигрывает Зюганов. Но, извините меня, у Зюганова просто свой аппарат, который тоже хочет кушать. И свои олигархи, которые сидят уже во фракции. Да. Там эти коммунисты, их еще если поскребить, этих коммунистов, там такие жирные мешки сейчас сидят. Кто еще может выиграть? Прохоров. Прохоров. И что? Ну, а почему вы считаете, что Прохоров нормально себя показал в бизнесе? В бизнесе нормально. Я столкнулся с парой проектов эффективного менеджмента Прохорова. Я не знаю, какой он бизнесмен. Можно посмотреть, скажем так, у меня очень низкое мнение о нем, как о бизнесмене. Хорошо, Степан, у вас вообще очень, видимо, по принципу, много знаешь, да, плохо спишь. Многие знания, многие печали. Я прекрасно сплю. Да, 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 да. Я не знаю тогда, что же получается. У нас нет никого на политическом небосклоне. А все зачищено. Ну, в общем-то, все зачищено. В общем-то, все зачищено, но... Понимаете, в чем ужас? Нет спускного клапана, нет запасного варианта. Степан, а ровно вот смотрите, какой будет сценарий. Сценарий будет 99-го года. Война всех против всех. Вспомните, когда Борис Николаевич был непопулярен, Путин еще не был популярен. Что мы получили? Лужков объединился с Шаймеевым, тогда с Яковлевым. Пошел войной на Кремль, Кремль пошел войной на Лужкова. Вспомните Сергея Доренко, который нам показывал берцовую кость Примакова каждый вечер в телеэфире. Регионы делали, что хотели. На Кавказе назревала вторая война. Вот сейчас, смотрите, парламент, авторитет ноль после последних выборов. Он власть перехватить не сможет. Не сможет. Медведев, как премьер-министр, авторитет ноль. Самое слабое правительство за последние годы. То есть перехватить не сможет. Девки пойдут в пляс. Шойгу начнет свою игру. Собянин начнет свою игру. Чекисты начнут свою игру. Еще перегрызутся между собой. Рау-ЖД, регионы скажут. О, так а вот же мы тут. Мы тут, понимаешь, кавказские парни горячие. А ну и как же. Пойдет просто хаос. Почему я и говорю, что если бы у нас был авторитетный парламент. Сильное правительство с огромным авторитетом. Давайте работать в рамках того, что есть. Что будет? Я утверждаю, что как раз Путин построил систему, где все заточено на него. И в случае, если он подавится косточкой. Как нам кто-то, Игорь позвонил. Вот если он подавится косточкой. А помните, недавно что-то со спиной у него было. И все уже бегали, так сказать. Ах, у него что-то со спиной. Ах, ужас, ужас. У нас будет хаос. Кто выиграет выборы, неизвестно. Будет ли это делать Чуров, тоже неизвестно. Потому что все придет в нестабильное состояние. Это не Польша. Вот что я и хочу сказать. Мы не Польша. Мы слишком страна, зависящая от вертикали, от бюрократии, от одного человека. И у нас не работают институты. У нас даже суды. Что начнутся судебные процессы между разными группировками. Они не смогут стать арбитром. Потому что у них тоже нулевой авторитет. Да, если только в Лондоне судиться. Но это будет время и действие. Представляете, два кандидата в президенты судятся в высоком королевском суде Лондона. Совершенно новая ситуация. Ну а что, господин Ю отдал же юриспреденцию британцам и ничего. Прекрасная страна стала. Тоже, кстати, из-за того, что британские институты... Была Южная Корея. Были что, были. Были какие-то финансовые нарушения, в которых постоянно обвиняли. Они смогли перейти. Смогли перейти. Потом было студенческое движение, если кто помнит, очень мощное. Белоленточники корейские. Выступала против. Вот созрела общественная сила, которая оказалась готова взять на себя ответственность за демократию в Южной Корее. И элита смогла. И элита смогла сформироваться. Абсолютно. Владимир, вот поймите, дорогие мои, все-таки время нужно для такой огромной страны, как Россия, чтобы нарастить из Ротенбергов, из многих людей нарастить элиту. Нарастить, выстроить. Слушай, я вам назову сходу десятки стран, где сотнями лет ни черта не получается. Возьмите Латинскую Америку, кроме двух-трех примеров. Там вот эти циклы, о которых вы говорите. Приходят одни, грабят. Оппозиция говорит, они грабители. Потом оппозиция сжирает этих, сама начинает грабить. Потом те сжирают этих, и это бесконечные циклы. То есть нет предопределенности успеха. Для того, чтобы был успех, нужны серьезные усилия. Народа, элит, интеллигенции. Если просто уповать на то, что само собой, так сказать, рассосется, ни черта не рассосется. Так, господа, мы должны уйти на информационный перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, на линии. Мы обязательно возьмем ваши звонки. Добрый день, мы снова в эфире. У нас в гостях Сергей Гавров и... Ой, простите, Гавров и Владимир Ишков. Обсуждаем мы роль лидера в истории России. Сейчас мы пытаемся понять, а что будет, если вдруг, не приди Господь, конечно, кто-то подавится косточкой. А, Максим, да, добрый день, вы в эфире. А, здравствуйте. Да, да, добрый день. Вот вопрос о лидере. Каковы шансы стать лидером Александра Лукашенко после проведения рефериандума в Конституции Союзного государства России и Миларусь? И второй вариант, не вообще, даст ли Путин зеленый свет на проведение данного рефериандума? Спасибо. Танин, тут ясно, не будет никакого единого государства. Лукашенко играет игру, уже 20 лет одно и то же. Значит, за нашей спиной чего-то шепчет европейцам, за спиной европейцев чего-то шепчет нам, маневрирует между всеми, берет кредиты у нас, у Китая, у всех, кто даст. Он никогда не согласится пойти под Москву. А уж тем более, его старая мечта о том, чтобы стать президентом в Сея Руси, по-моему, эта тема давно уже закрыта. Да, я думаю, что проехали, на самом деле, в 90-е, хаос позднего Ельцина, еще какой-то шанс был, сейчас никакого шанса. Абсолютно. Хорошо. Елена, добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо вам за передачу, я слушаю с самого начала, я домохозяйка. И поэтому, может, многое в политике не поймаю, но у меня уже основали цифры, которые назвали ваши гости. Газпром подешевел, какие-то там миллиарды куда-то делись. Мне бы хотелось понять, а почему вот наше правительство, что их это не интересует, куда денешь деньги, почему не построены дороги. И неужели столько надо денег Путину и нашему правительству уж, ну, куда больше. И хотелось бы понять просто, вот мне как, вот действительно, я веду бюджет своей семьи, почему так надо бросаться такими суммами и с кого спросить. Ну, как раз они-то очень заинтересованы, потому что они эти деньги и вывели из страны. По оценкам европейцев, за последние 10-15 лет выведено до 700 миллиардов долларов из страны. Ну, оценки есть, и давайте домохозяйку еще чуть попугаем, значит. Я даже больше вставлю, я беру такие консервативные оценки достаточно. На Кирилл Кабанов, да, и НАКПУМ, да, социальный антикоррупционный комитет, да. Да, хороший мой знакомый, кстати. Да, мой тоже, да. И ЦРУшники, они дают оценки, где-то 250-300 миллиардов в год выводятся из страны. То есть это правительство само это и делает. И самое поразительное, что главным енотом в нашей стране является наш любимый Центробанк. Да. Вот, и смотрите, на самом деле, вот она спросила еще, что с этим делать, как раз контроль нужен. То есть есть простое слово, контроль. Контроль могут осуществлять не те, кто это делает, то есть не чиновники. Да, это может делать парламент, независимая судебная система. Вот давно мы уже предлагали сделать агентство отдельное, да, по коррупции в высших эшелонах власти. Ну, какое агентство? У нас уже и так чиновники выше крыши. Не-не-не, даже счетная палата, ведь что происходит? Тот же Степашин, периодически набравшись в сумасшедшей храбрости, чего-то вскрывает. После чего получает по башке и засекречивает. Последний пример, они же проверили Олимпиаду, они же проверили Олимпиаду, нашли там колоссальное хищение. Что сделала счетная палата? Засекретила. Итоги проверки Сочинской Олимпиады. И, по-моему, то же самое они сделали с транснефтью. С транснефтью то же самое, и масса таких примеров. Да, Степан, Владимир все правильно сказал практически, может быть, кроме агентства, я не верю в такого рода агентство, в его результативность. Олимпиаду это работает в Сингапуре, кстати. В Сингапуре это работает. В Сингапуре работает, у нас вряд ли будет работать. Вот что касается официального оттока, официальных инвестиций, вот то, что Сантробанк держит резервы, например, в казначейских облигациях, ну это нормальная практика, мировая практика. Там всего 160 миллиардов. Да, и кроме того, это совершенно четкое нежелание бодаться с Соединенными Штатами. Китайцы держат, японцы держат. То, что мы рассчитываемся за доллары, а не за рубли, за наши энергетические ресурсы, за нефть и газ, это тоже вполне такая вот, вполне лояльная политика по отношению к Соединенным Штатам. Системы нефти-доллара, а другой нет. А другой не должно быть и не может быть, потому что мы слабее, потому что нас раздают реально, если мы будем серьезно против экономики. Китайцы, коротко, да, хитрые китайцы, они умные очень, они что делают? У них действительно самые большие в мире сейчас резервы, больше триллиона долларов. Они что делают? Они гады, скупают реальные активы по всему миру. Они уже полуафрики скупили, они скупают месторождения, они уже в Туркменистане купили газовые месторождения, построили трубу. То есть они эти доллары не омертвляют, как мы, а они делают экспансию по всему миру, они их меняют на реальные активы. Ну иногда им не дают. Иногда им не дают, иногда они ошибаются, переоценивают, но сама мысль правильная. То есть они, имея доллары, обменивают их на реальные активы. Надо понимать одну простую вещь, что такой огромный золотовалютный резерв Китай, это проблема Китая, не США. Да, и обоих на самом деле, и тех, и других. Да, ну вот все-таки давайте вернемся к нашему сценарию, к сценарию куриной косточки. Не надо нам, упаси нас Господь, вот я совершенно искренне говорю от такого сценария. Это означает Россия декабря-февраля 1916-17 года. Особенно, если это совпадет с падением цен на товарно-сырьевых рынках. Что очень вероятно. Поэтому просто всеми силами в поле до молитвы, чтобы этого не произошло. Альтернатива какая? Нет, у меня нет рационального, да, рационального, кроме большой просьбы к Господу Богу. Сергей, а какая альтернатива? Продолжение существующей политики, но мы и так загнём. А как в Корее, как в Корее. Это некая пауза, старого уже нет, нового еще нет. Откуда возьмется новая? Не сорваться в пропасть, не сорваться в пропасть. Все-таки выращивают институты, Владимир совершенно прав. Конечно, надо создавать... Слушайте, вот я не знаю, может быть, я большой пессимист, да, хотя по жизни я жуткий оптимист, но за последние годы я вижу только деградацию института власти. Абсолютно, абсолютно. Понимаете, ведь даже нет никакой попытки создать что-то. Понимаете, вот, грубо говоря... Даже речь не идёт об этом. Возьмём того же Суркова, товарища Суркова, великого нашего политолога. Ну, хорошо, сделал он такую вот систему политическую. Но дурачок забыл клапан сброса давления. Ведь у нас давление не сбросишь. Ну, почему? Через Семану ФМ сбрасывается, через Зеркова Москвы сбрасывается. Слушайте, у нас вот тут оружие ещё не висит. И слава богу, и слава богу. Нет, ну серьёзно, ведь в чём проблема-то? Ну, вот как на Западе сбрасывается? Ну, хорошо, пусть даже две партии есть, да. Ну, не нравится одна партия, пошли на выборы, и вроде как... Мы в Берлусконе, прогнали Берлусконе. Согласен, Сепан, согласен. И покупается ещё 4 года спокойствия. Ещё покупается. А у нас как? У нас ведь... Одни и те же. Сидит эта самая машинка, как я называю, Суркова Тюринга, которая всё это считает правильно, и по-любому избирается Единая Россия. Ну, что за маразм? Как где давление сбросится? Безумно опасно работать без страховки. Конечно, безумно опасно. Её нет, её надо создавать. Вот пытались сделать справедливую Россию, как вот вторая, вторая, но не сумели. Хотели, как лучше вышло, как всегда. Они получили обратный результат, да? Ну, они получили нечто. Хотели отобрать коммунистов, отобрали у ядросов. Не стоит даже обсуждать, наверное. Да, коммунисты такой ногой являться не могут. Не могут, согласен. Это огромный риск передавать им власть. 20 лет при всех денежных мешках могут разные течения победить. Мы не можем предсказать. Всё, что угодно. Это полная непредсказуемость, бегство инвесторов. У нас, получается, нет никакой альтернативы. В 20-30 раз дешевле, чем сегодня даже. Ещё есть некий излёт нефтяных цен. Есть. Нужно успеть попробовать за эти 2-3 года, если Бог их нам даст. Пусть 2. История. Пусть 1,5-2 года. Вот попытаться выстроить вторую ногу не у партии власти, но создать некую вменяемую альтернативу, которой было бы не страшно передать власть в случае чего. И которая взяла бы ответственность на страну, за страну на ближайшие 4 года. Это очень важный момент. Сергей, а вы видите хотя бы какие-то попытки движения в этом направлении? Только честно. Тут ведь по-разному можно пойти в разных направлениях. Можно искать на политическом фланге, на политических флангах традиционных. Можно посмотреть чуть шире в такой историко-культурный контекст. Вспомнить про такие, может быть, странные, на первый взгляд, вещи, как российское дворянское собрание, старая элита того времени, русская иммиграция. У нас сейчас все жулики купили уже дворянские звания, так же, как купили диссертации. Нет, нет, серьезно, понимаете, вы снова ставите, в принципе, правильный вопрос, но у меня против вас есть один всего лишь фургумент, что, извините, отрицательная селекция. Да их уничтожили всех. Отрицательная селекция. И она только усиливает. А кто это будет? А ведь всегда отрицательная селекция приводит к чему? К крушению системы. Да, конечно, но все-таки вы считаете, что если человек что-то делает неправильно, он необучаем. Я считаю, что господин Путин может осуществлять несколько иную политику. Ну, он что, не понимает, что у него нет времени тогда? Или он не в курсе его... Смотрите, вот последний пример. Весь этот шум и идиотизм вокруг Центрального банка, вокруг стратегии 2020. Да он сейчас каждый день совещание собирает. Это же вообще, это же сюр. Он, кажется, начал понимать, что что-то не так. Ну вот, что что-то не так. Но не вопрос еще, что он сделает правильные выводы. Минутку, а кто его советники? Вы посмотрите на этих экономистов. Ну, как шутил мой босс, я бы хотел вам вынести мозги, но кто-то это сделал до меня. А чем вам не нравится господин Кудрин? А он создал кудриномику, которая сложилась как качественный домик в 2008 году и в 2009. Что, мало? Да он проводил классическую правую политику. Слушай, давайте говорить не о классической правой, а у Кудрина он был только прав в одном. Когда ему всегда говорили, что давайте инвестировать в инфраструктуру, он говорил всегда одно. Разворуют. И был прав. Он был абсолютно прав. Но, у меня сразу вопрос снова возникает. Если есть такое понимание высших эшелонных власти, что что-то не дело разворуют. Господа, есть соседняя Грузия, как пример. Как там решили проблему? Семь судей посадили. Все остальные стали бегать вот так. Разогнали весь МВД. Ну, их сейчас вот явное совершенно движение в этом направлении в России. Где? Ограничивающие законы, зарубежная собственность. Вы очень кровожадный. Степан, вы очень кровожадный. Я просто понимаю, что у России нет времени на игры. Они закончились. В России нет времени на игры. Видимо, идет новый технологический уклад. Видимо, идет энергетическая революция. Это не только сланцевый газ. Это еще только самые первые спорники. Жареный петух уже клюет во всю. Да, да, да. Холодный синтез. Это все не шутки на самом деле. Это не шутки. Это придет. Это пять лет максимум. Вот за эти пять лет надо успеть перестроить систему. У нас лет пяти лет. Максимум. Ну, я три года. Максимум. Надо укрепить систему. Надо укрепить какую систему? Существующую? Я считаю, существующую. Я за эволюцию. Я против революции. Я за эволюцию. Я тоже за эволюцию. Но, понимаете, еще раз, есть законы природы, как, знаете, солнце встает на востоке. Хороший менеджмент может на 20-30 процентов изменить мегатренд. Да, мы не можем его сломать, но мы можем замедлить или ускорить. Мы должны сделать все, чтобы замедлить распад и чтобы ростки нового все-таки появились. Поливать, ухаживать, создавать. В том числе и в политическом пространстве. Черт возьми, мы обречены. У вас домика нет? Я пока не вижу никакой эволюции. Я вижу попытку подморозить то, что есть. Коррупция не уменьшается. Бег 100 капитала колоссальный. В прошлом году 80 миллиардов. В этом году Игнатьев признается, что может быть... Это только белые цифры. Это только белые. Это правильно, только белые. На самом деле колоссальное бег 100 капиталов, людей. Самое страшное, что бизнесмены не видят завтрашнего дня. То, чем мы занимаемся, в том числе... У нас, к сожалению, время программы огромное. Вам спасибо. Оно подошло к концу. У нас в гостях были Сергей Гавров и Владимир Рыжков. Обсуждали мы роль лидера в истории России. Спасибо вам за интересную беседу. Осторожно с курицей всем.